Иван Павленко. От рода к роду. Глава первая, часть седьмая. Военное училище и война. Читает Наталья Бойзова. В центре Полтавы, возле корпусного парка, было расположено автотракторно-военное училище. Каждую субботу курсантские подразделения выходили на центральную улицу города на вечернюю прогулку, демонстрируя безупречную строевую выучку. Шли они поротно и повзводно, как на параде, и пели песни, которые волновали наши сердца. Белоруссия родная, Украина золотая, ваше счастье молодое мы стальными штыками оградим. А когда в мае 1940 года вышли выпускники училища в красивой лейтенантской форме, хромовые сапоги, синие галифе и зеленые гимнастерки, переполненные юношами и девушками тротуары, встретили их одобрительными возгласами и засыпали цветами. Они шли чеканя шаг, стройные, красивые, как молодые витязи, вызывая у нас удивление и восхищение. В них мы видели настоящих героев того, по-своему, величественного и тревожного времени. Тогда я окончательно решил стать военным. Прежде всего я вступил в ряды в ЛКСМ комсомола, из чего заветная дверь в училище для меня бы не открылась. Начал также закалять себя физически, каждое утро делал усиленную физзарядку, бегал по аллеям Березового парка, а после уроков шел в спортзал и тренировался на перекладине, брусьях, канате. Был я хоть и худой, но упругий и ловкий. Одновременно повторял те предметы, которые придется сдавать на экзаменах в училище. Написал и родителям о своем намерении, но они были против. Хотели, чтобы я прежде закончил технику и получил специальность, а армия, мол, не убежит. Между тем приближалась война. Полным ходом шла мобилизация запасников. В техникум землеустроителя зачастили вербовщики из военного комиссариата. Они брали на учет и оформляли желающих вступать в военные училища. Ева-Бропултавская автотракторная. Готовила она воентехников для механизированных частей Красной Армии, а также командиров автотракторных взводов и рот. Уже в начале вступления случилась заминка. В штабе училища сначала не приняли документов, так как до 18 лет мне не хватало двух с половиной месяцев. Кто-то подсказал, чтобы я обратился к комиссару училища Валишину. Пошел, рассказал, что готовился целый год до поступления. Умею разобрать и собрать винтовку. Имею значок «Готов к труду и обороне». Он спросил о родителях, о моих комсомольских поручениях в техникуме. Позвонил куда-то и документы приняли. Начались медицинская комиссия. Передо мной двух парней по виду физически здоровых забраковали. Но врачи друг за другом прокрутили меня вокруг себя, записывая в карточку «Годин». Споткнулся я там, где не ожидал. Какая-то медсестра проверяла зрение. У нее в руках была книжечка из нескольких листочков, а на них разноцветными кружочками зашифрованные цифры и буквы. Я такой мороки еще не видел. Смотрю и будто вижу цифру пять, а это буква «Б». Ошибся я несколько раз и не прошел. Оказалось, что у меня дальтонизм глаз. Дальтоники плохо различают некоторые цвета. Это не болезнь, а естественное свойство некоторых глаз. Для человека военного, особенно водителей машин или танков, это неприятный недостаток. Дальтоник может не всегда правильно реагировать на дорожные знаки, не разглядеть вражеские машины в чаще леса. Я растерялся. Побежал к лейтенанту, за которым носил документы абитуриентов. Он подвел меня к окну, через которое было видно, как других проверяют. И говорит, смотри и запоминай, что на какой странице. Понаблюдал я с полчаса и заучил, что зашифровано на всех восьми страницах. Тогда лейтенант завел меня в кабинет и говорит в шутку. Этот парень из глухой деревни. Первый раз видит такую диковинку. Вы не спеша, проверьте его еще раз. Сел я на стул. Она листает страницы, а я считаю их. Память у меня была цепкая. Остановилась на четвертой странице и показывает. По моим наблюдениям, там должна быть буква «С». Смотрю внимательно, вижу, что действительно «С». Ну и так далее. Хорошо, говорит, иди. Выскочил я от нее радостный. Нашел лейтенанта. И он уже по моим глазам понял, что я прошел. Вот видишь, сказал он напоследок. Солдат должен быть находчивым. Фамилия его уже забылась. А родом он был из Бобруйска. Экзамен ее сдал успешно. И 16 июня 1941 узнал, что принят в училище. Сразу же меня острикли и на две недели направили в карантин для прохождения начального курса молодого бойца. Причислили меня курсантом 2-го взвода 13-го рота 4-го батальона. Написал сразу же сестре домой. Отправил также посылку с одеждой, но ответа не дождался. Посылка тоже потерялась на дорогах войны, а в ней и тетрадь с моими стихами. Но письма родители и сестра получали, а потому знали, что первые дни войны я был в училище. Сообщение о вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу страну я встретил уже курсантом, хотя еще в гражданской одежде, отбывая карантин. В воскресенье 22-го июня начальник карантина отпустил меня утром за личными вещами, которые находились на моей студенческой квартире. Пришел я туда, собрал свои бедные пожитки и, распрощавшись с ребятами и хозяевами, двинулся в обратный путь. Иду по Октябрьской улице и вижу группу людей у громкоговорителя. Подхожу ближе. Лица строгие, сосредоточенные. А из репродуктора разносятся зловещие слова. Самолеты бомбили Киев, Житомир, Минск. Не верилось в первую минуту. Хотелось крикнуть «Ах вы, гады!» Далее шел, разгораясь и призывая страшную расплату на Гитлера и его клику. Думаю, что именно такие чувства охватывали тогда многих моих ровесников. Мы верили, что героическая Красная Армия разобьет любого агрессора. После отбытия карантина, где мы немного научились ходить в строю, отдавать честь и выполнять команды, нас садили в курсантскую форму и поселили в главном корпусе. В нем на первом этаже размещались штабные кабинеты, клуб, библиотека, столовая и некоторые другие службы. На втором, третьем и четвертом этажах находились спальные комнаты. В них поддерживалась идеальная чистота. Кровати железные, двухэтажные, аккуратно заправленные. По бокам тумбочки, окон, столы. Главные парадные двери и окна выходили на корпусной парк. Кормили нас три разоведения. Так сытно, что после студенческой голодухи это был курорт. Обслуживали молодые официантки, которые нередко выходили замуж за выпускников. На завтрак подавались, как правило, различные супы. На второе – бабка, сырники, блины. На третий – чай, которому добавлялось утром и вечером по 25 граммов масла. В обед первым подавался борщ. На второе – то мясное, котлеты, шниц, льпиточки, гуляш или кусок рыбы с гарниром. На третий – компот. Хлеб лежал на подносах без нормы. Ужин был похож на завтрак. Наедались мы, как говорится, под завязку, но и гоняли нас так, что перед обедом и ужином снова хотелось есть. В училище я поправился за год с 60 килограмм до 67. Рост имел 173. А физический окреп намного. Прожили мы в стационаре недели две, а потом нас отправили в летние лагеря для прохождения курса молодого бойца. Там наши младшие командиры взялись прежде всего выбивать из нас гражданскую расхрябанность и делать из нас людей военных. Вначале было трудновато. Жили мы в палатках, изучали огнестрельное оружие, военные уставы, занимались строевой и физической подготовкой, бегали, маршировали, лазили на живота, так что после отбоя падали на матрасы и спали, как убитые. Ротой командовал капитан Быков, смуглый и крепкий брюнет, ниже среднего роста, лет 35. На его груди сверкала медаль за отвагу, с которой мы не сводили глаз. Получил он ее за бои на Халхинголе, где командовал танковой ротой и был ранен. Ордена и медали в те времена были редкостью, и тот, кто их имел, пользовался авторитетом и уважением. Как командир, капитан Быков был несколько мягковат, добряк, как лермонтовский Максим Максимович из «Повести Белла». Хотя эти мягкие качества не помешали ему дать мне пять суток ареста за потерю пяти боевых патронов. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Имел я такое довольно строгое дисциплинарное взыскание. Случилось это на тактических занятиях. Бегали мы, лазили по пластунски, по лесистой и холмистой местности. Я и не заметил, как и когда подсумок расстегнулся, и одна обойма с пятью патронами выпала. Спохватился я уже в строю, когда пришло время возвращаться домой. Сразу же доложил командиру взвода. Тот дал мне два часа на поиски. Искал я, бегал до седьмого пота, но безрезультатно. Вызвал меня командир роты, отчитал перед строем, подчеркивая, что патроны могут попасть к классовому врагу. И тот же дал мне пять суток простого ареста. Поскольку в лагере гампфахты не было, моя отсидка откладывалась до возвращения в Полтаву. Но случилось так, что своих казарм мы уже больше не увидели. Когда фронт приблизился к городу, нас прямо из лагеря направили в эшелоны, а дальше на Кавказ, в город Пятигорск. Я уже там и забыл о тех пять суток. Когда однажды, кажется, через месяц после нашего переезда, выстроил капитан Быка в роту и скомандовал «Курсант Павленко, выйти из строя». Я вышел, не понимая, в чем дело. А он добавляет «Снять ремен и звездочку». Здесь я уже понял. Два курсанта с винтовками в руках провели меня через весь город на гаупфахту. Один идет впереди с винтовкой в правой руке, а второй сзади с винтовкой, которая штыком направлена в мою спину. Таким был ритуал сопровождения под арест, а я иду посредине, опустив голову, будто перед расстрелом. Хорошо, что вели меня не полтавскими улицами, ведь у меня было много знакомых студентов. Ведут меня мои же товарищи по взводу, а какая-то пожилая женщина остановилась и восклицает «Смерть изменнику». Позже капитан Быков объявил мне перед строем благодарность и дал отпуск в город в выходной день за лучший показатель в роте по преодолению 30-километрового марша из станицы Зольской в Пятигурск. Я это расстояние преодолел первым, причем почти половину бегом. Правда, после бани, в которую нас привели прямо с дороги, мои ноги так спарились, что я не мог их обуть в сапоги и на сутки был освобожден от занятий. А когда бежал, то ничего не слышал. Легкие дышали, как мехи, и было легко в шинели и с винтовкой в руках. Командиром взвода был воентехник 2-го ранга, лейтенант Гава Николай, 26 лет, среднего роста, энергичный и требовательный. Почти весь световой день он был с нами. Проводил строевую, физическую подготовку, тактические занятия, рукопашный бой, изучал с нами уставы и различное оружие. Бинтовку, револьвер, пулемет, миномет, гранаты, а также контролировал наше обучение и повседневную жизнь от подъема до отбоя. Был он физически развит и хорошо выполнял упражнения на спортивных снарядах. Я увлекался тогда гимнастикой, турником и брусьями. Он поощрял меня к ним, отпускал вместо обеденного мертвого часа на спортивную площадку. Нам выдавали табак и папиросы. Начал баловаться и я. Но однажды он сказал мне, хочешь быть настоящим спортсменом, не кури. И я после этого не брал сигареты в рот. Однажды он заметил мои успехи на тактических занятиях и сказал, тебе, Павленко, надо было идти в пехотное училище. Это был неупрек за возможное упущение в тактическом деле. Там у меня все было в порядке, просто он правильно определил мое призвание. Все пехотное, тактика, строевая и физическая подготовка, рукопашный бой, стрельба у меня получалось не только безупречно, но и нравилось чрезвычайно. Это была моя стихия, которая вела свое начало от воинствующего детства. Командиром батальона в Полтаве был полковник Кретов. Но его впоследствии забрал в свой фронтовой штаб Буденный. В Пятигорске нашим комбатом стал подполковник Каневский. Выше среднего роста, худощавый и стройный, неутомимый и вездесущий, он был с головы до ног весь военный. Такие говорят, военная косточка. Бывший царский прапорщик, он перешел на сторону Красной Армии, участвовал в гражданской войне. Перед войной был старшим преподавателем тактики в училище. В августе-сентябре 1941 года начальником штаба сводного полка училища, а затем и командиром полка, который в течение месяца давал отпор на Днепре фашистским войскам, которые пытались его уфорсировать. За эти бои майор Каневский был награжден орденом Ленина и повышен в воинском звании. В 1943 году он попросился на фронт, был командиром танковой бригады, погиб в бою на территории Венгрии у озера Болотон в звании полковника. Комбат он был высококлассный, в личной жизни строгий спартанец, о его самодисциплине ходили легенды. Они поднимали его в наши глаза. Мы гордились своим комбатом, хотя с ним было и нелегко. Вместо утренней зарядки он вел бег на три километра. Часто, особенно в непогоду, поднимал нас по тревоге среди ночи. Устраивал марши и переходы с оборона и наступления. Сам он шел с нами, бегал как молодой, хотя было ему уже под пятьдесят лет. Говорил четко и горячо. Не запомнились отдельные его высказывания. Оценка два – это лишняя бочка солдатской крови на фронте. В шесть часов я сам себе командую. Подполковник Каневский, тревога. И через семь минут я уже в подразделении. А вы еще мнетесь. Если мимо него проходил курсант, подтянутый, в начищенных до блеска сапогах, с белым подворотничком, и при этом безупречно чеканил шаг, отдавая честь, он сам вытягивался в струнку, отдавал честь и тут же объявлял благодарность. А поводись с таким дефектом, отчитая так, что помнишь до новых веников. Его любили, но и опасались. Младшими командирами были курсанты и сержантского состава, набранного из армии. Старшиной роты был Михаил Фролов, красивый, стройный блондин с хорошо поставленным командирским голосом. Помощником командира взвода был старший сержант Азиз Васигов, узбек, черный, ниже среднего роста. Командирами отделений были сержанты Коя Василий и Шевченко Леонид. Говоря о командирах, я должен сказать, что отдавал предпочтение тем, которые отмечались справедливой строгостью и требовательностью, ярким личным примером, решительные, волевые, с огненным темпераментом. Упомянутые качества я ценю в людях любой профессии. Дисциплинированный, подтянутый человек – это прежде всего человек надежный, собранный, настроенный на дело. С ним легко работается, он не подведет. Занятия наши в летних лагерях под Полтавой шли к завершению. Мы стали более похожими на военных курсантов. А тем временем пламя войны так быстро катилось на восток. Через месяц после ее начала гитлеровские орды уже приближались к Днепру. Нас тогда удивляло, почему отступаем. Одни командиры и комиссары объясняли это тем, что враг напал внезапно и был вооружен за зубов. Другие – тактика его выматывания, затягивания вглубь страны с целью полного его уничтожения. Но так или иначе, военная гроза приближалась. По ночам нас чаще поднимали по тревоге для прочесывания окружающих лесов, для отлова шпионов и диверсантов. Иногда вражеские самолеты сбрасывали на ближний аэродром бомбы, а по ним били наши зенитки. В первых числах августа нас подняли по тревоге, и мы два дня с полной солдатской выкладкой ждали приказа об отправке на фронт. Прошу вслух, что немцы где-то прорвались, и надо их во что бы то ни стало остановить. Был образован сводный полк училища, который сразу же отправился на рубеж Днепра и занял оборону южнее Кременчуга. Командиром полка был назначен заместитель начальника училища полковник Черенков. В состав полка вошли 500 курсантов в выпускных курсах. Их в основном назначили младшими командирами и в отдельное подразделение. Комендантский взвод, химовзвод. Остальная часть полка, 1500 бойцов, были только что мобилизованы из запаса коммунисты и комсомольцы. Полк так и назывался – сводный коммунистический полк Полтавского автотракторного училища. Нас, курсантов нового набора, в конце августа, когда немцы прорвали фронт под Кременчугом, подняли среди ночи и форсированным маршем перебросили в район южного вокзала. Там мы погрузились в эшелон и спешно выехали в юго-восточном направлении. А позади от бомбовых ударов горела Полтава. Куда едем, никто не знал. Оставляем землю отцов, что принесет ей враждебное нашествие и что нас ждет впереди. Далее пойдет речь о пятигорском периоде моего пребывания в училище. Он подробно описан мной в отдельных воспоминаниях под названием «Защищая жемчужину Кавказа». С некоторыми сокращениями я и включаю их в эти автобиографические мемуары. Писались воспоминания для Совета ветеранов училища в 1984 году на русском языке. Редактор субтитров А.Семкин